Это самое первое, самое первое. До этого у меня не было. Тогда они в галантереях продавались, в СССР это же было. Да ладно, правда. Они же тоже дефицит были. Это прям да, вы абсолютно правы. Это дефицит, дефицит, но вот они достали где-то. Это, конечно, невероятно. Павлу Косицыну 44 года. А его коллекции моделек уже 40 лет. Как подарили мальчику родители чудом, где-то приобретенные в СССР машины Руссо Балт и Чайку, и началось. Ребенок проникся увиденным, но как настоящий же открывается все, что должно открываться в большой машине. В свои 4 года он умудрился играть с ними так, чтобы ничего не сломать. Психологи говорят, что когда-то в детстве испытал какое-то некое счастье, увидев один раз эту модель. И вот, наверное, во взрослой жизни хочется как-то на подсознании возвращаешься к этому еще раз и еще раз, покупая там новую модель. Ты снова это ощущаешь, какую-то такую красоту. В детстве коллекция Павла пополнялась за счет родителей. Ну а когда он стал самостоятельно зарабатывать деньги, частью он их уходила на приобретение новых экземпляров. Сейчас в квартире под коллекцию отведена целая комната, уставленная стеллажами. Сколько здесь всего, Павел уже затрудняется ответить. Больше тысячи – это точно. Но про каждую приобретенную или подаренную машинку он ночью разбуди, все расскажет. Наверное, да, каждую. Я помню визуально. Ну, потому что через себя это пропускаешь, каждую ее покупаю. А вот она приехала на почте, да, там ее забрал, распаковал, вот ее как бы визуально увидел, что вот она там, та желанная, которую я хотел, поставил на полку. Ну, как я ее забуду? Принято как-то наш автопром уничижать. Но нам-то, говорит Павел, тоже ведь есть чем похвастаться. Отечественная Нива с гусеницами из серии «Танки грязи не боятся». Оказывается, и такая бывает. И целый ряд КамАЗов, которые 10 лет подряд становились бесспорными победителями в ралли «Париж-Дакар». Но отдельная тема и пламенная страсть коллекционера Косицына – это чайки. Их он собрал практически все возможные модели и модификации. Ну, вот нравится мне, вот ее формы какие-то, вот, не знаю. Много же было в СССР представительских машин, не только чайка, там зилы, зисы и так далее. Там много всякого было. Причем разные они там. Нравится именно чайка. Вот ее какое-то сочетание вот этой вот формы, это изящество такое, вот, какая-то она грациозная, я не знаю. Сам Павел передвигается на джипе Чироке. Ну, конечно, на чем везти свою будущую жену в ЗАГС, вопроса у него не стояло. Конечно же, на чайке. С супругой, говорит Павел, ему вообще повезло, она не пилит, что деньги, мол, тратит на глупости, нет, чтобы в дом чего купить. Наоборот, поддержит и поощряет. У него вообще большая группа поддержки. В нашем крае, как и в некоторых других регионах, существует клуб коллекционеров масштабных моделей. На пятилетие клуба заказали в количестве 27 штук вот такое чудо. Это диорама, как перекрывали Енисеи и строили ГЭС. И настоящая модель КРАЗа-222Б. Вот он, эти булыжники, они возили и сбрасывали в реку, чтобы перекрыть для постройки ГЭС. Здесь даже вот камешек «Покорись, богатырь Енисеи». На нем написано, то есть на реальных таких такое было. Там впереди табличка написана, там до места разгрузки 300 метров. Здесь вся история об этом событии небольшая. Ну и участники, имена участников, нити. Некоторые модели Павел изготовляет и сам. Это как работа какого-нибудь нейрохирурга. Детальки настолько крохотные, что их можно зацепить только малюсеньким пинцетом. Вот, например, этот раритет – топливозаправщик компании «Кроссейр» – дело рук коллекционера. Павел грустит. Для полного счастья ему необходимо, чтобы сбылась, кажется, неосуществимая мечта – купить, ну, конечно же, очередную чайку, особенную. Наш завод в Саратове производил эти модели. И вот где-то 2004-2005 они выпустили очень ограниченную серию по заказу «Лукойла» с тамповкой. Ну, это нанесение изображения на машинке «Лукойла». И она вот достаточно редко, среди работников этого концерна, назвать, распространена эта модель. И, соответственно, ну, коллекционеру очень мало в доступе. И она практически на аукционах нигде я не могу никак выловить, так сказать. Всегда хотелось проверить, действительно ли работает знаменитый закон семей рукопожатий. Вдруг у кого-то из вас в хозяйстве есть чайка от «Лукойла». Поделитесь, пожалуйста, с Павлом. Она гарантированно ведь попадет в заботливые, хорошие руки и на хорошую парковку. Наталья Кечина, Владимир Антонов. Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok